Здравствуйте, с вами Кирилл, это вторая часть обзора приложения DJI GO. Она будет посвящена основным настройкам дрона, которые скрываются за этими тремя точками. Здесь огромное количество настроек, целых 7 пунктов, также большое количество подпунктов, так что если кому-то интересно сразу же узнать про какой-то конкретный из них, в первом комментарии ниже вы можете выбрать пункт, который вам необходим, и нажать на временный код рядом с ним. Начнем с самого первого пункта меню «Основные настройки управления». Он изображен в виде иконки дрона. В первом пункте этого меню вы можете установить точку возврата домой. Установите дрон на площадку, куда он если что должен вернуться, нажмите кнопку со стрелкой, и в открывшемся окне вас спросят «Установить эту точку как точку возврата домой?» Нажмите «Да». Следующая иконка делает то же самое, только привязывает точку возврата к пульту управления. В следующем пункте вы можете деактивировать режимы полетов позиционирования, спорт и AT. Ниже вы можете установить высоту возврата домой. Ставьте значение, превышающее высоту объекта вокруг вас, и прежде чем вернуться к вам, дрон наберет необходимую высоту. Ниже вы можете включить режим «Новичка», в котором возможно летать только в радиусе 30 метров от точки возврата домой на низкой скорости. Далее вы можете установить максимальную высоту дрона и максимальную дистанцию, на которую дрон может улететь от вас. Ниже вы можете перейти в расширенные настройки, предназначенные скорее для очень опытных пилотов, но тем не менее расскажу о них кратко. Первые три пункта позволяют настроить отзывчивость и чувствительность дрона к стикам. В пункте «Сенсоры» ниже вы можете следить за состоянием датчиков дрона. Зелёный цвет означает, что всё отлично, жёлтый, что хорошо, и красный означает, что вам, возможно, следует попробовать перезапустить ваш дрон или обновить прошивку и тому подобное. В пункте «Ниже» вы можете выбрать то, как дрон отреагирует на потерю сигнала. Здесь три варианта. Дрон начнёт возврат домой, начнёт приземление или просто останется парить на месте. Настоятельно рекомендуем оставить возврат домой, как он есть по умолчанию. В следующем пункте вы можете включить или отключить LED-индикаторы дрона, однако они очень полезны, так как вы будете видеть, что дрон возвращается к вам, например, в тёмное время суток. И в последнем пункте вы можете выбрать режимы экстренной остановки двигателей. К примеру, вы зацепили ветви деревьев, и для того, чтобы быстро отключить двигатели, вам необходимо будет потянуть правый стик на себя вправо и нажать кнопку возврата домой. Вы можете выбрать «Отключать двигатели таким способом всегда» или выбрать, чтобы двигатели не останавливались, пока дрон в воздухе. Мы закончили с настройками управления. Перейдём ко второму пункту – настройкам визуальной навигации. В первом пункте вы можете отключить визуальные сенсоры, однако мы рекомендуем вам оставить их включёнными. Следующий пункт отвечает за горизонтальное избегание препятствий в режиме Tap Fly. Далее вы можете отключить обратный полёт. Что это? Когда отслеживаемый объект движется на дрон, он будет лететь назад. Далее вы можете отключить горизонтальное избегание препятствий в режиме Active Track. В следующем пункте вы можете отключить отображение индикаторов приближения, но эта функция не активна, пока включены визуальные сенсоры. Пункт ниже переведёт нас в расширенные настройки. В самом верху вы можете отключить визуальное позиционирование. Объясню, что это. Сенсоры под дроном, сканирующие рельеф для безопасной посадки и позволяющие ему парить на одной и той же высоте без сигнала GPS. Лучше оставить включённым. Ниже вы можете отключить безопасное приземление. То есть, дрон не будет замедляться и выбирать участки для безопасной посадки. Далее вы можете отключить пункт, который отвечает за приземление дрона в максимальной близости к точке возврата в режиме возврата домой. Далее вы можете включить режим избегания препятствий во время возврата домой, при котором дрон будет автоматически набирать высоту, если это необходимо, даже если избегание препятствий отключено. Если активирован пункт ниже, то во время возврата домой подвес не будет реагировать на команды с пульта управления. Мы закончили говорить о визуальных сенсорах. Перейдём к третьему пункту. Настройки пульта управления. Первый пункт отвечает за калибровку пульта управления, однако делать это можно только отключившись предварительно от дрона. Заходите в этот пункт, нажимаете кнопку Calibrate, устанавливаете стики в центральное положение и нажимаете Start. Начинаете вращать колесико на левой верхней грани пульта из одного положения в другое. И вращайте сами стики по кругу. До того момента, пока кнопка Finish не станет активна. Нажмите на неё. Калибровка закончена. Ниже вы можете выбрать три доступных режима работы стиков, или же в четвёртом настроить как вам удобно. Для этого перетягивайте иконку одной из команд на ось необходимого стика. Выбирайте то, что вам необходимо и нажимаете Применить. Ниже вы можете выбрать назначение для двух настраиваемых клавиш, которые находятся на задней части пульта управления. По умолчанию на обеих стоят расширенные настройки камеры. Вы можете сделать так, чтобы кнопка C1, например, показывала состояние батареи, а C2 устанавливала направление камеры вниз или вперёд. Так что теперь, если я, находясь на экране полёта, нажму на клавишу C1, я попаду в пункт меню настроек аккумулятора, о которых мы вот-вот поговорим. Также, если я нажму на клавишу C2, то камера автоматически направится либо вперёд, либо вниз. Функция ниже предназначена для того, чтобы связать ваш новый пульт управления с дроном. Для этого необходимо включить дрон, включить пульт, в приложении нажать данную кнопку и на 2 секунды зажать кнопку на корпусе дрона. Переходим к следующему пункту меню – настройки передачи видео. По умолчанию включён автоматический режим. Ниже график, который показывает стабильность сигнала. Следующий пункт – аккумулятор. Здесь вы можете посмотреть состояние аккумуляторов, напряжение, температуру, ёмкость и изменить парочку параметров. К примеру, изменить значение, при котором низкий уровень заряда аккумуляторов будет считаться критическим и начнётся возврат домой. И установить значение, при котором дрон будет вас оповещать о том, что у аккумулятора низкий заряд. Далее вы можете отключить или включить умный возврат домой. Что это значит? Если этот режим включён, то при возврате домой дрон полетит по той же траектории, по которой вы летели до этого, а значит уже известным и безопасным путём. Ниже указана продолжительность текущего полета, но в данный момент я не лечу. Далее расположены расширенные настройки, где вы можете включить вывод напряжения на экран полета, изменить срок, по истечению которого произойдет саморазряд аккумуляторов, и посмотреть статус аккумулятора. Однако вы можете проверить состояние и аккумулятора, и пульта управления, и всех сенсоров намного быстрее, нажав на полосу состояния на главном экране полета. Перейдем к пункту настроек подвеса. Первое, что вы можете изменить, это выбрать либо режим следования, либо вида от первого лица. Чем они отличаются? В режиме следования при съемке видео будет сохраняться плавная картинка. Во втором же режиме камера зафиксируется и даст ощущение полета от первого лица. Если дрон будет наклоняться на поворотах, картинка будет наклоняться также. Интересный опыт, особенно если вы приобрели очки DJI Goggles. Переходим в расширенные настройки. Здесь вы можете выбрать одну из трех конфигураций и настроить ее под себя. Первый пункт отвечает за скорость вращения подвеса. Чем ниже значение, тем медленнее он будет поворачиваться. Следующий пункт ограничивает поворот подвеса на 30 градусов вверх. Лучше оставить его включенным. Далее вы можете изменить плавность движения подвеса. Следующий пункт отвечает за синхронизацию следования подвеса с направлением дрона по горизонтальной оси. Выходим из расширенных настроек. Следующие два пункта отвечают за калибровку положения камеры. В первом вы можете вручную откалибровать горизонт, если вам кажется, что он завалился со временем. Или же откалибровать автоматически. Мы закончили и с этим пунктом, теперь перейдем к последнему, основным настройкам. Здесь вы можете выбрать систему мер между имперской или метрической. Далее следуют некоторые настройки камеры. Вы можете отключить аппаратное декодирование. Включить пики фокусировки, которые покажут вам, какой объект находится в фокусе. Далее вы можете выбрать, какая функция будет выполнена, если вы зажмете и будете удерживать любую свободную зону на экране полета. К примеру, если я зажму пальцем на главном экране полета, то появится ползунок управления вертикальной осью подвеса. Если вы хотите вести прямую трансляцию с дрона, вы можете выбрать и настроить платформу для стриминга в меню ниже. Далее вы можете отключить показ пройденного пути на карте. Пункт ниже нам не пригодится, он предназначен для калибровки координат, но только в Китае. Далее вы можете выбрать, прогружать ли карту и сохранять ее. Если вы летаете часто в одной и той же зоне, можете включить этот пункт, и тогда карта местности не будет прогружаться каждый раз по новой. Нажав на кнопку ниже, вы можете очистить данные о загруженных картах. Следующие три пункта посвящены видеокэшированию. Вы можете установить максимальный объем памяти для хранения видеокэши на устройстве, включить автоматическое удаление его при достижении максимального объема, ниже активировать запись аудиокэша с микрофона устройства, подключенного к пульту управления, или же очистить кэш. Вы можете посмотреть историю предупреждений, о которых оповещал вас дрон. И в нижних трех пунктах вы можете посмотреть имя устройства, выбрать сколькими пальцами, одним или двумя, необходимо смахнуть по экрану вниз, чтобы активировать полноэкранный режим и информацию об устройстве. На этом мы закончили с основными настройками дрона. В следующем ролике я расскажу вам все о настройках фото и видеосъемки. С вами был Кирилл, 4vision.ru и вторая часть обзора на приложение DJI GO. Увидимся в следующих роликах. Пока!